В эфире программа «Крупный план» на часах начала второго, а вернее два часа, полудни. Добрый день, меня зовут Владимир Сметанин. И сегодня крупным планом в нашей студии Павел Сысоев, генеральный директор фонда капитального ремонта Кировской области. Павел Ваевич, добрый день. Добрый день. Добрый день. Повод для нашей встречи, я думаю, что многие в курсе. Все дело в том, что программа капитального ремонта многоквартирных домов в нашем регионе реализуется уже два года. Как известно, постановление правительства Кировской области, утвердившее областную программу капремонта, вышло в марте 2014 года. А первые квитанции за капремонт мы оплачивали в январе 2015-го. Эти квитанции были за декабрь 2014-го. Получается ровно два года. Все мы прекрасно помним, насколько тяжело и насколько неоднозначно запускалась программа капремонта. Многие, в том числе авторитетные люди, призывали напрямую не оплачивать квитанции капремонта. Много говорилось о обязательствах государства, о программе приватизации начала 90-х годов. Почему же так получилось, что не отремонтировали, а вот сейчас мы должны за это все платить. Сколько, честно признаться, даже слез пролили люди пожилого возраста, говоря о том, что мы не доживем до того момента, когда мой дом, старый дом, в котором я живу, отремонтируем. Но, несмотря на все, программа существует уже два года. Сейчас я перед началом передачи спросил вас, как у вас настрой, несмотря на многие такие реплики высказания, настрой рабочий. Ну да, действительно, настрой рабочий позитивный, потому что, несмотря на эти на начальном этапе замечания, нарекания, то, что вы высказали, по всем этим вопросам и мы на своем уровне, на региональном и на федеральном уровне, на самом деле, министерство работы, то есть и в части приватизации готовятся поправки в жилищный кодекс, разграничивающие вот эти все мероприятия по обязанности предыдущего внимателя, значит, и в части реализации самой программы. На первом этапе, конечно, мы столкнулись с большим количеством вопросов, проблем, но постепенно мы эти проблемы все решаем и совместно с муниципалитетами, управляющими компаниями, министерством нашим отраслевым, мы все, скажем так, в сложные моменты разрешаем и основные показатели, это показатели реализации программы, это наглядные показы. То есть, например, в прошлом году, к концу года было 153 дома у нас отремонтировано, по всей Кировской области в этом году мы выйдем нарастающим итогом, если мы смотрим, около тысячи домов, то есть, если вот эти 150 мы вычтем, то примерно в пять с половиной раз темпы реализации в этом году выше, чем в предыдущем. Ну, конкретные итоги по 2016-м и позже все-таки еще будут, да, подавать? Да, потому что у нас на вскидку еще примерно около 200 домов мы будем принимать в текущем месяце и в следующем месяце, потому что всегда есть определенный временной лаг между непосредственным выполнением работ и приемкой их комиссионно и через соответствующие инстанции, то есть, эти согласования проходят, поэтому это занимает время. Но сами физические объемы, вот цифры я назвал, конечно, хотелось бы, наверное, больше цифр реализации, но мы сталкиваемся с объективными ограничителями, в том числе в части подрядных организаций, возможностей их строительного нашего комплекса. То есть, это количество подрядчиков и их возможности? Да, да, потому что, ну, например, мы двух подрядчиков наказали, внесли в реестр недобросовестных в связи с тем, что они, скажем так, задерживали сроки, срывали программу, но мы объективно понимаем, что, условно, там половину всех занести в этот реестр, тогда нам близким будет. А что означает это занесение в реестр? Что с ними никто потом не будет сотрудничать или вы, как вы, не будете сотрудничать? Мы точно не будем сотрудничать в части, там, не участия их, там, в программах с привлечением бюджетных средств, я сейчас не скажу. Возможно, там такие поправки тоже будут носиться, но, по крайней мере, в части реализации программ капитального ремонта ни в нашем регионе, ни в других регионах такие подрядчики уже зайти не могут. Это наши местные организации? Да, наши местные организации, про другие регионы, почему я сказал, потому что есть от других региональных операторов у нас информация, что некоторые организации заходят в другие регионы в нашем Кировске. Да, то есть это касаемо проектных организаций. Помышляя о том, что там о них не знают и как-то удастся им поработать? Нет, у нас, на самом деле, достаточно активно мы взаимодействуем все вместе, потому что создана в текущем году была ассоциация региональных операторов на федеральном уровне. Мы одними из первых регионов вступили в эту ассоциацию, и результат уже налицо. То взаимодействие, те предложения, законодательства, которые, в том числе и от нас, шли через эту ассоциацию, они буквально на днях воплощаются в поправках в жилищный кодекс. В чем их сомнение? Ну, если коротко, муниципалитеты, как одно из звеньев всей этой системы, не были жестко ограничены сроками по принятию своих документов. То есть, условно, дом попал в программу, через 4 месяца муниципалитет должен принять соответствующий АП, что если собственники не проголосовали, то он должен попасть в общий котел насчет региональных операторов. Но некоторые затягивали по тем или иным причинам. Потом реализация программы. Мы предупредили собственников, после того, как 3 месяца прошло, отведенные им, собственники не проголосовали, муниципалитет тоже должен издать соответствующий акт. К сожалению, по 2017 году мы эту всю работу провели заранее, с апреля месяца, собственников введомили, и с лета, с июля месяца муниципалитеты могли бы принять такие акты, но не все приняли. То есть, мы со своей стороны как могли бы действовали, но, к сожалению, не все у нас услышали. Сейчас прописываются строго сроки. Один месяц. То есть, если за один месяц они не принимают соответствующее решение, то это мы уже и с прокуратурой областной проговорили. Мы такую информацию даем в прокуратуру для принятия мер реагирования. Потому что это напрямую нарушает права законных интересов граждан. В частности, по 2017 году поясню, к чему это привело. Вот те нерадивые муниципалитеты, которые не успели, мы по ним не успели выставить на торги конкурс. И сейчас реализация программы. Порядка половины муниципалитетов из области, сразу же говорить, город Киров, вовремя все приняли. И нас это очень заботило, потому что в городе Кирове у нас много домов, ремонт. Основная масса объектов, да. Основная масса объектов, да. Производится программа. Ну, а по районам области, к сожалению, возникла такая ситуация. И это объективно приведет к тому, что по 2017 году у них работы будут производиться, естественно, позже, чем по тому же городу Кирова, где документ соответствующий был принят. Ну, вот это как один из примеров того, как мы взаимодействуем через эту ассоциацию. И, естественно, и в части подрядных организаций мы взаимодействуем. Мы даем характеристику, скажем так, тем подрядчикам, которые у нас работают и всегда выполняют свои обязательства. И, естественно, другие уже регионы будут осторожно с ними работать и предъявлять требования более жесткие. А какие вопросы, какие проблемы, стоящие сейчас перед фондом капитального ремонта, пока не удается решить? Хоть и вы предпринимаете всевозможное усилие, но пока увы. Практика показывает, что одной из проблем является достоверность данных по дому. То есть, кажется, элементарный вопрос, год постройки дома, год последнего капитального ремонта, но здесь, к сожалению, до сих пор остаются проблемы. И связаны они с тем, что у предприятий ЖКХ, управляющих компаний, не всегда есть достоверная актуальная информация по дому. И здесь до сих пор мы сталкиваемся с ситуациями, когда подрядчик выходит на объект, а тот ремонт, тот или иной вид работ уже сделан или он не требуется. Конечно, на первоначальном этапе было очень много таких случаев. Примерно каждый четвертый дом сейчас, конечно, процент снизился, но он до сих пор остается. Ну, скажем так, еще одно из... Ну, как в этом случае приходится действовать, когда что-то уже сделано? Корректировать уже? Да, естественно, корректировать те работы, которые запланированы, естественно, не делаются. То есть, если крыша сделана, зачем ее делать еще раз? И в том числе это объясняет ситуацию, почему у нас... Ну, вот нас критикуют, а почему у вас много денег? То есть у нас все-таки задача не освоить деньги, как некоторые думают, а грамотно их эффективно потратить. Подождите, критикуют, у вас много денег, в смысле, на счету аккумулировано? На счете, да, да, на счете. Как регионального оператора? Да, да, то есть одна из причин, почему средства имеются, это как раз вот ситуация с достоверностью данных. А сколько сейчас, кстати, на счету? Ну, он досмотрел чуть менее полутора миллиардов рублей, миллиард четыреста восемьдесят. Ну, на самом деле, эта ситуация, она принята во внимание нашим министерствам. И могу вот сообщить, что на следующий год перед нами поставлена задача по ускоренной замене лифтов. То есть это тоже достаточно серьезная проблема. И сколько плюсов? Замена лифтов. И сколько плюсов вы еще должны быть? Всего мы должны в следующем году сделать переходящие объекты с шестнадцатого года, плюс трехлетний план, то есть семнадцатый, восемнадцатый, девизнадцатый год. Итого более трехсот лифтов получится. Для справки, за пять лет по федеральной программе, с 185-му закону, около ста пятидесяти лифтов за пять лет. За пять лет? Да, здесь за один год, в два раза больше. То есть понятно, что темпы очень серьезные. Мы полагаем, что мощности и тех же лифтовых заводов и предприятий, кто готов организовать эту работу, их достаточно. И будем проводить соответствующие конкурсы и готовить всю документацию для того, чтобы в том числе те средства, которые у нас на счете имеются и образовались в связи с недостоверностью данных, мы их направили в работу непосредственно для решения такой важной задачи, как замена лифтов. Какие еще проблемы, с которыми тоже еще предстоит поработать? Ну, скажем так, не то что проблема, а есть обращение, в последнее время я хотел бы отметить, с тех домов, где собственники выбрали способ накопления специально еще в самом начале. То есть все вы знаете, что, ну, вы вначале озвучили программу, что в марте месяца была принята 14-го года программа региональная, и после этого полгода, это максимальный возможный срок, по жилищному кодексу давалось собственников, чтобы выбрать, где копить деньги. Определиться, да. То есть либо на спецсчете дома, либо на счете регионального оператора. К сожалению, вот те собственники, которые открыли специальный счет, не всегда добросовестно относились к этой обязанности накапливать взносы на капитальный ремонт. Либо по незнанию своему, либо специально эти взносы не аккумулировались, не накапливались. То есть собственники не находили, не выбирали организацию, которая будет им печатать платежные документы, и копилась задолженность. И это уже основание для того, чтобы... Да, поправки были соответствующие приняты в прошлом году в жилищный кодекс, и это одно из оснований для того, чтобы через решение муниципалитета, через уведомление жилищной инспекции, такие дома переводились к нам на общий счет. И, естественно, мы обязаны выставлять платежку за весь период просрока. То есть вот примерно за два года. То есть сумма получается? Сейчас мы выставляем, и суммы, конечно, получаются большие. Насколько это массово? Ну, по штукам домов, около 50 таких домов, насколько я помню. Единственное, что по количеству проживающих, я сейчас не скажу, но это не одна сотня жителей точно. То есть мы в последнее время там не по одному, иногда по два, по три письма каждый день такие получаем, о том, что почему мы получаем такие большие квитанции. Что ж вы делаете? Жители конкретные, да? Да, да, да. То есть не у всех есть понимание того, что вот на том первом этапе, в 2014 году, когда выбрали специальный счет, должны были определиться, что да, мы накапливаем средства на свой дом, но делаем это добросовестно. То есть те, кто сделал это недобросовестно, они вот попали в такую ситуацию и теперь вынуждены будут вот почти за два года оплачивать взносы, чтобы не оказаться вложниками. Может каким-то образом пытаться уменьшить или, не знаю, рассрочку? Ну, у нас есть такие механизмы? Механизм такой, что в квитанции можно указывать ту сумму, которую собственник может оплатить. Да, будут начисляться пении, но по закону они начисляются только через, на 31 день, то есть два месяца можно без пении проживать. И на самом деле они не такие значительные опения, чтобы как бы ставить вопрос весь об оплате из-за них. То есть если, допустим, в два-три месяца в четыре собственники оплатят, то это реально, скажем так, задача. Они приходят по консультацию наличную все-таки, не только письмами ограничиваются. Наверное, приходится вот в таком... Ну, конечно, мы и в ходе личного приема, и на личный прием записываются, и проводим регулярные, я провожу, встречи с жителями, и не только в Кирове, в районах, в области, вот, Глядские поля, мы на лик собираемся. То есть, естественно, вот в ходе таких встреч мы имеем обратную связь и слышим, что хотят слышать граждане. И на одной из последних встреч многие, практически все, задали вопрос, а какая у нас собираемость по дому? То есть, это один из показателей, который влияет на очередность капитального ремонта. И вот дома некоторые в 17-е годы в план не попали как раз из-за этого критерия. То есть, если низкая собираемость взносов на доме, то он может на год, на два ремонт задержаться. И, естественно, многие интересуются, и у многих там я записал обратное данное, сколько собрано по дому. В разрезе каждой квартиры, не в целом, а в разрезе каждой. Именно для того, чтобы уже работать с неплательщиками. Ну, кстати, сведения о собираемости по каждому дому, они в открытом доступе находятся, они размещены на сайте? Они на сайте, мы его немножко поменяли. Сейчас более удобно можно в самом верху сайта ввести адрес своего дома и увидеть общую собираемость и плановые сроки ремонта. Какова сейчас средняя собираемость у нас по региону? У нас около 80% уровень собираемости, но если мы смотрим месячный показатель, то он достаточно хорошо вырос. За ноябрь месяц он 93% примерно превысил. То есть, люди оплачивают... Это самые высокие показатели за последние два года, да? Да, да. То есть, реально, это достаточно высокий показатель. Мы считаем, что и разъяснительная работа здесь, и в том числе с службой судебных приставов, которые мы проводили достаточно активно в прошлом месяце и показывали живые примеры, как мы ходили по квартирам с должниками. Я думаю, что это тоже развеяло определенные... А чем еще связывается, кроме как, работа службы судебных приставов? Работа ведется с двух направлений. Служба судебных приставов это принудительная, но и разъяснительная, естественно. То есть, мы постоянно показываем то, куда идут деньги. Потому что, буквально в пятницу я был на оперативном совещании правительства, проводимым губернатором и исполняющим обязанностями. Васильев как раз обозначил, что до сих пор остаются у граждан вопросы, а куда идут эти деньги, куда я плачу всем 10 копеек. И, естественно, мы показываем, вот здесь мы поменяли лифт, здесь там, наверное, крышу. То есть, куда конкретно эти взносы идут. Давайте сейчас остановимся еще на тарифе за капитальный ремонт, который мы платим в Кировской области. Как он формировался, что в него заложено и почему он такой? Ну, и, безусловно, тут еще следует вам будет упомянуть о том, что он скоро подрастет. Ну да, в Кировской области при формировании размера минимального взноса отталкивались от размера федерального стандарта стоимости капитального ремонта. То есть, многие регионы не стали, скажем так, изобретать велосипед и своего рода планку стартовую взяли именно размер минимального взноса на уровне федерального стандарта. То есть, в 2014 году он был 6 рублей 70 капитал Кировской области. Мы знаем, что есть регионы, которые устанавливали ниже значительно, там и 5 рублей, и 4 рубля размер. За счет субсидий, да? Где-то, да, действительно были субсидии. Там, где не было субсидий или там, где возможности бюджета уже не такие, на следующий год мы тоже это отслеживаем. Там идет значительное увеличение взноса, там с 4 до 7 рублей поднимает, и с 5 рублей, там до 7 с лишним. То есть, на самом деле, мы все регионы в среднем, если смотреть, подтягиваются вот к тому размеру взноса, который у нас установлен в Кировской области. И мы постоянно это говорили, при формировании программы на 30 лет мы как раз исходили из того, что этот взнос будет расти не резко, не скачками, там ни на рубли, ни на два в год. Достаточно плавно, там вот, на следующий год, конечно, он вырос на 80 капитал и будет 7 рублей 90, но это связано с тем, что в текущем году, в 2016 он не повышался. Было решение региональных властей, чтобы в этом году не повышалось. И поэтому тот рост на 11 процентов, который случился, это примерно по 5 процентов в год, это на уровне инфляции. Ну, инфляции двухлетней, да. По оценкам Минфина российского, что порядка 5-6 процентов будет в этом году инфляция, уровень инфляции. По поводу работы еще с собственниками жилья такой информационной, чтобы они посмотрели своим глазам и увидели результаты этого капитального ремонта. Как вы эту работу строите по информированию, по формированию лояльного отношения, так сказать? Естественно, работаем и по обращениям, по различным, и в средствах массовой информации размещаем соответствующую информацию. Наш программ, например, информацию. Да, и ваша программа, например, и газеты, и телевидение, то есть те средства, которые нам доступны, естественно, там свою позицию озвучиваем и показываем, куда идут и вкладываются эти средства. Конечно, мы до сих пор слышим не очень позитивные, скажем так, отзывы. И есть, в том числе к тем домам, где проведены работы, есть вопросы. Мы не спорим, но мы готовы. Это касается качества проведенного капитального ремонта. То есть, естественно, если возникают какие-то проблемы, то мы здесь готовы отрабатывать и устранять какие-то замечания, которые возникают. Но вот тоже из практики скажу, что достаточно много замечаний сейчас идет по внутридомовым инженерным сетям. То есть по воде, по теплу, по канализации. По уже сделанным? Да, уже сделанным, но сделанным частично. То есть, условно, там, где не пустили квартиры, естественно, пришлось обходить, делать врезки. И вот как раз на этих местах, к сожалению, утечки и происходит проблема. И это касается и водоснабжения, и теплоснабжения. То есть, реально, ну и специалисты технически это говорят, что если мы меняем инженерные сети внутридомовые, то надо бы менять все. Иначе, ну, большого смысла нет подходить и менять какими-то кусками. Это одна из серьезных таких проблем сейчас. Да, это как бы одна из проблематик, которую мы видим и озвучиваем. Ну, какие-то пути решения уже. И перед нашим министерством, и перед федеральными структурами. Ну, прорабатываются разные варианты. У нас есть опыт в Кировской области и по судебному допуску, скажем так, помещения. То есть, когда по решению суда все-таки, собственно, глядя открывают? Да, есть уже решение суда, причем у нас уже две ситуации есть, когда мы сами высудили, и когда это сделал подрядчик. В Кирово-Чепецку такая ситуация есть. Ну, вот тоже я озвучивал, что мы с другими регионами общаемся. И на самом деле эта практика достаточно нова для всех. И многие нас спрашивают, как вы это сделали. То есть, просят поделиться этим опытом. Потому что, ну, в большом масштабе, в рамках сотен тысяч домов, естественно, это не совсем рабочий вариант. Потому что, ну, сами понимаете, что в доме существует много квартир. Серьезно, это мазер процесс, да. И если мы пойдем со всеми судиться, то это серьезно сдвинет все сроки реализации программы. А такие случаи бывают, когда вообще никто не проживает в квартире, а ремонт надо делать? Ну, естественно, по сетям внутридомовым бывают ситуации, когда, особенно летом, часть людей въезжает до пуска. Есть ситуации, когда просто квартира пустует, ну, где-то находятся там ключи и так далее. Это хорошо. Ну, вот здесь буквально сегодня мы встречались с представителями предприятий ЖКХ. И вот по Амутнинску был, наоборот, позитивный пример. Они сказали, что мы, управляющая компания, участвуем совместно с нами, с фондом реализации программы. И не было ни одного случая, чтобы не обеспечен был доступ. То есть здесь, конечно, мы видим заинтересованную сторону, в первую очередь, эту управляющую компанию. Ну, и, конечно же, старшую по дому. Потому что управляющей компанией жить с этим домом, обслуживать эти сети. И, естественно, если деньги выделены, и мы меняем все, управляющая компания здесь нам помогает, то в дальнейшем у нее головная боль снимается. Кстати, коротенько, наверное, стоит затронуть эту тему взаимодействия фонда и управляющих компаний. Там ведь тоже все негладко. Было, по крайней мере, изначально. Сейчас как взаимоотношения складываются? Ну, там в том числе и подписание документации и так далее. Я думаю, что понимание все больше и больше мы находим. И те управляющие, в том числе, которые раньше не подписывали, сейчас, ну, не скажу, что 100% подписывают, но часть актов хотя бы они уже начали подписывать, часть документов. И я думаю, что и позиция общественной палаты, которая занесла это как одним из пунктов рейтинг оценки управляющих компаний, то, что они подписывают или не подписывают, это тоже, я думаю, что вызов имело какое-то действие. Ну, и вот та же ситуация с фактическими ремонтами, когда управляющие компании устраняются, подрядчики делают по своим силам, возможностям капитальный ремонт, где-то не полностью, по инженерке, да. Ну, и потом управляющая компания сталкивается с проблемами, и, конечно, это тоже стимулирует, и они начинают все-таки, представители управляющих компаний, больше осознавать, что эти работы лучше бы выполнять совместно с нами с фондом. Сейчас мы перейдем к теме контроля за работой фонда капитального ремонта Кировской области, какие структуры контролируют. Но перед этим я хочу спросить, я вспомнил нашу недавнюю беседу с представителями контрольной счетной палаты Кировской области Юрием Лапцевым. Вот он говорил, что тогда же на тот момент еще будет дана рекомендация, видимо, она уже дана, дана уже эта рекомендация о том, чтобы представители общественности, имея в виду жильцов дома, каким-то образом имели возможность проконтролировать те работы, которые проводятся. Вы получили эти уже рекомендации? Как будет строиться в этом направлении? Счет контрольной счетной палаты получили, в части взаимодействия с собственниками эта норма в жилищном кодексе имеется и она имелась. То есть мы как раз тоже призываем и кроме управляющих компаний, также представителей собственников обязательно участвовать в этом процессе. Каким образом это можно делать? По-правильному надо сделать протокол общего собрания, то есть собрать собрание и утвердить старшего ответственного за это управление. Делегировать его полномочия. Да, ему делегируют, чтобы конкретно с этим человеком, ну и еще лучше направить такой документ на фонд, чтобы мы уже нацеливали подрядчика работать с этим конкретным человеком. Проблема-то не в том, что мы не хотим, скажем так, это делать, а проблема как раз в том, что в большинстве домов, там процентов 90, если не больше, такого уполномоченного не выбрали. И поэтому возникают ситуации, когда подрядчик, условно, сделал проект сначала и хотел бы согласовать это с собственниками, находит кого-то из собственников, а потом другие говорят, а мы это не видели, мы это не знаем. И вообще мы ему не доверяем. Да, и кто такой вот этот человек, что он подписал. Поэтому по-правильному лучше действовать таким образом, чтобы определить полномочия. Ну, то, что вначале вы вопрос задали, кто контролирует нашу работу. Да, да, давайте про контролирующие органы. Контролирует вас много, кто, конечно. Я бы тоже из выступления товарища Лактева у вас отметил бы, что он озвучил, что фонд с деньгами работает достаточно аккуратно. То есть ни подсчетная палата, ни казначейство, прокуратура, ни те, которые проверяли нас комплексное достаточно продолжительное время в этом году, никто из них не нашел ситуации, что вот с теми, как я звучал, примерно полтора миллиарда сейчас на счете, но с учетом того, что примерно 600 миллионов мы потратили уже на выполненные работы, то есть не нашли ситуации, когда эти средства идут не целевым каким-то образом или не туда. То есть здесь, в этом плане, я думаю, что это тоже достаточно большая работа с нашей стороны контролировать и не допускать каких-то ситуаций, чтобы эти средства уходили не туда. Ну, в части контроля, кроме счетной палаты, как я вот обозначил уже соответствующие органы, они проверили полностью у нас в текущем году, провели комплексную проверку не только по реализации программы, но и по нашим внутренним документам, по документам фонда, как все это организовано. Определенное, конечно же, замечание есть, но то и неконтролирующие органы, чтобы найти какие-то замечания, но здесь тоже я бы хотел отметить вот такую цифру. Пока вот примерно человек 5-6 проверяющих проверяли у нас 3-4 дома. Ну вот, прошло примерно месяц, наши сотрудники в таком же количестве, даже меньше, приняли там около сотни домов. То есть понятно, что если бы мы так же скрупулезно сидели и проверяли каждую бумажку, то мы тоже нашли бы замечания, я думаю, что не меньше, чем те проверяющие структуры, которые были. И поэтому здесь тоже надо понимать, что мы ограничены и ресурсами в части сотрудников, и временем. Понятно, надо стремиться к идеалу, чтобы все было идеально, чтобы без замечаний, но вот тоже приведу пример недавнего совещания на уровне правительства. Выступали представители от Министерства образования и докладывали, как у них идет работа по ремонту и по строительству всех учреждений и образования. И вот, слушая ее доклад, я вот буквально, то, что вот у нас какие проблемы, естественно, такие проблемы везде в отрасли возникают. То есть задержка сроков выполнения работ подрядчиками, некачественный ремонт, неполный объем и так далее, и так далее. То есть все эти проблемы, они не новы, они есть и будут, но с нашей стороны, естественно, мы должны здесь минимизировать, скажем так, весь этот ущерб и все проблемы, которые возникают. Что касается общественного контроля деятельности Фонда капитального ремонта, в частности, специалистов общественной палаты, центров, общественного контроля в сфере ЖКХ, которые при ОПКО функционируют, не раз мы раньше встречались все вместе, у меня, знаете, вот, ну, да, они видят, вот как-то вот вас критикуют, вы довольно сдержанно к этому относитесь и приводите свои аргументы. У меня такое давно уже ощущение сложилось, что вы общее дело делаете на самом деле. Вы друг другу не оппоненты ни в коем случае. Ну, это и правильное ощущение делается, потому что, ну, я озвучивал уже эту позицию, не всегда то, что мы предлагаем на уровне правительства, слышат, а если какие-то доводы идут еще со стороны общественной палаты, то уже на уровне правительства прислушиваются лучше, скажем так. Ну, помните, они вот говорили вам, что те же электросчетчики, да, почему они были поменены в рамках капитального ремонта, хотя это индивидуальное имущество, и каждый собственник жилет должен сам поменять. Ну, здесь по электросчетчикам у нас вопрос еще зависший. На самом деле, вот, есть определенная позиция и на федеральном уровне, что их подвести под общедомолой имущество эти счетчики. И здесь мы пока еще решаем этот вопрос, в том числе и в судебном порядке. Мы соответствующие документы в обезвращенный суд подали. Но вот я приводил в общественной палате тоже доводы, чтобы они побольше внимания уделялись специальным счетам. То есть вот я вам обозначил проблему по сбору средств, но постоянно, скажем так, идет... Внимание в связи с информированием? Да, да. Потому что контроль фонда – это все замечательно и хорошо, но контроль хотя бы какой-то специальных счетов, он тоже необходим. Мы считаем, потому что, к сожалению, к нам поступают сигналы и из жилищной инспекции о том, что там не все, скажем так, чисто бывает в части расходования средств. А цифра по-прежнему остается вот эта самая? Около... Общий котел 10 с чем-то тысяч домов, а спецсчет... Нет, 10 с чем-то тысяч всего, 90% у нас и 10% на спецсчетах. 10%? То есть порядка тысячи домов, да? Там в домах в штуках поменьше, но по площади этих домов, то есть дома достаточно большие, уходят по площади, около 10% у нас было по статистике, но сейчас эта цифра увеличивается. Увеличивается. То есть постоянно, там каждый день согласованы документы по переходу на специальный счет, но вот здесь тоже хотелось бы обратить внимание собственников, что и контроль за этими деньгами тоже по большей части на собственниках. То есть так вот как нас, жилищная инспекция, прокуратура, вот эти спецсчета, естественно, проверять не будут регулярно, постоянно, раз в квартал, раз в месяц. Она будет проверять, ну реально, только по каким-то обращениям, по каким-то жалобам. И поэтому здесь надо понимать, что если вы открываете специальный счет, то вы доверяете тому, кто вот этим всем вопросом занимается, чтобы не было здесь каких-то злоупотреблений. Потому что вот кроме расходования средств, мы вот приводили по городу Слободскому ситуацию, когда на расчеты с ресурсниками отправляли. Есть ситуации, когда уже сделали работы, но, к сожалению, подрядчик пропал, и люди не могут его найти, и как сейчас гарантировать качество. Поэтому вот здесь хотелось бы, чтобы люди внимательнее относились ко всем этим вопросам, когда открывают специальный счет по своему дому. Буквально минута у нас остается. Ну что, у нас наносил 2017 год. Мы, в общем-то, уже о планах, о цифрах проговорили. Что-то еще стоит добавить о новшествах? С учетом тех объектов, которые мы, к сожалению, успели в текущем году сделать, а планы на следующий год не менее значимые. То есть я обозначил цифру около 1 тысячи на следующий год. Также будет не менее 1 тысячи домов в плане на ремонт. И в том числе вот по многим домам по городу Кирова, по Кирово-Чепетску, там, где есть лифты, мы будем отрабатывать вот такую программу по масштабной замене лифтов, те, которые служили свой срок уже эксплуатации. Это еще в 2017-м. О дальнейших планах, я думаю, будем в последующих передачах говорить в эфире нашей радиостанции. Ну, а сегодняшняя программа, крупный план на этом завершается. Спасибо. Павел Сысоев, генеральный директор фонда капитального ремонта Кировской области. Всего доброго. До свидания. До свидания.